Подготовлен проект федерального плана мероприятий по подготовке и проведению всемирных хоровых игр. Накануне состоялось совещание с участием замминистра культуры и помощника заместителя председателя правительства России. Несмотря на то, что мероприятие федерального уровня Сочи активно включился в проект со своими планами и наработками. В площадке проведения конкурсных выступлений – это зимний театр, зал органной и камерной музыки, концертный зал РДК «Адлер», концертный зал профкурорт отеля «Сигелакси», концертный зал санаторий «Южная Азморья», концертный зал «Жемчужины», зал «Чайка» «Росморкорта». В период проведения в Сочи зимних игр был наработан огромный опыт, например, в отношении волонтерской деятельности, транспортного обеспечения, медицинского и так далее. Что касается городской инфраструктуры, то Сочи круглогодично готов принимать гостей в комфортных условиях. Сейчас мы готовимся, но украшаем город. С каждым годом мы все больше и больше уделяем городской среде, как бы нам тяжело не было. К городской среде относится улучшение внешнего облика города, благоустройство и, конечно, цветочное оформление. Ожидается, что в Сочи в период с 6 по 16 июля приедет около 40 тысяч участников и гостей хоровой олимпиады. Но эта цифра не окончательная, поскольку продлены сроки аккредитации хоров. На сегодня подтвердили свое участие 278 хоровых коллективов, из них 75 российские. На совещании обсуждался вопрос размещения участников хоровых игр. Ваша задача, если вы больше забронируете, до конца апреля осталось совсем немного, если вы больше забронируете, то, вы же сами понимаете, туроператор с большим удовольствием потом примет любой. Любой. В наше время сейчас, когда мы знаем, что у нас спрос на 200% превышает наши возможности, поэтому бояться того, что у нас там что-то будет не продано летом, в июле месяце, ну не представляет вас. Мы это реально с вами понимаем. Самое масштабное мероприятие, которое ждет сочинцев, это парад наций вдоль курортного проспекта от остановки Театральная до Морского порта. Церемонии открытия, закрытия и награждения пройдут во дворце спорта Большой. Сейчас решается вопрос выделения дополнительных средств. В любом случае это будет хорошая церемония, но масштабность, красочность, конечно, должна быть, с нашей точки зрения, усилена, и мы постараемся, чтобы это было сделано. Пока еще не утвержден логотип хоровой олимпиады. Предполагается, что это будет образ, летящий над миром жар птицы. Она пересекает границы государства, и времени перья символизируют разные культуры Российской Федерации. В стране богаты истории развития хорового движения, поэтому задача организаторов еще и показать масштабность песенного репертуара такой большой страны, как Россия.